здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале ellen brook я очень рада что вы опять заглянули на мой канал и открыли именно это видео добро пожаловать друзья присаживайтесь поудобнее кто еще не подписался обязательно нажмите на колокольчик под нажмите на пальчик вверх и начинаем сегодняшнюю тему а она звучит польская традиционная кухня так как на своем канале и я рассказываю о своей жизни и снимаю много влогов то те которые со мной уже давно уже могли сориентироваться и посмотреть как мы проводим праздники и конечно же что мы подаем на стол и какие традиционные блюда у нас дома любимые также я выкладываю много рецептов на моем канале и среди них тоже попадаются традиционные польские блюда но это все было так в разброску поэтому сегодня решила собрать все вместе и поговорить на тему традиционной польской кухни а тема очень интересная очень разнообразная и если вы посмотрите это видео до конца то я уверена вы не один раз очень удивитесь и также узнаете очень много нового поэтому не переключайтесь и смотрите не прерываясь итак начинаем поль чтобы говорить о польской кухне наверное нужно вспомнить об ее истории и хотя бы немножко знать что в польше происходило на протяжении многих веков а история очень бурная разная волнующая и конечно же это все имело отпечаток не только на польском языке не только на польской архитектуре а также и на польской кухне влияние на которую производили многие народы такие как литовцы мадяры татары евреи народы которые проживали на восточных границах речи посполитой также польская кухня формировалась на базе национальных кухонь разных регионов которые имели свои какие-то национальные особенности значительный след оставили повара из италии и франции которые долгие годы служили при королевском дворе поэтому получился довольно интересный состав блюд а хочу вас предупредить что вы найдете до боли известные вам национальные блюда и даже удивитесь почему они польские раз они присутствуют и у нас разве же это польская кухня о чем она будет говорить но хочу вам сказать одну такую вещь не попадайтесь в ловушку в которую попадают русские и украинцы которые приезжают в польшу и зная что здесь очень много похожих слов из русского и украинского языка думают что польский язык можно вот так выучить на 1 2 3 что здесь ничего сложного все похожие все понятно и все простое но когда начинают глубже изучать язык они понимают что не все так просто не все так легко не все так быстро а похожие слова вместо того чтобы помогать очень часто вводят в заблуждение в просак и провоцирует довольно неприятные иногда истории если вам интересна эта тема у меня на канале уже есть два видео о ложных друзьях переводчика что нельзя говорить полякам и какие бывают смешные слова я постараюсь ссылочки на эти видео оставить под этим роликом обязательно заходите смотрите и тогда вы поймете как похожие слова вместо того чтобы помогать могут только мешать поэтому такая же самая ситуация из кухни иногда кажется что она все похоже когда вы поближе познакомитесь с польской кухней то поймете что те блюда которые казались вам своими имеют все-таки свою изюминку и свои отличия для начала расскажу вам одним одним одну такую шутку есть в польше известный сатирик данец который в одном из своих рассказов выступлений остановился на теме польская кухня и что же он сказал да наша кухня польская традиционная богатая я конечно же не могу передать до дословно все что он сказал потому что я этот рассказ слышала наверное лет 15 назад вот но смысл передам на тему разнообразной богатой традиционной польской кухни какие же у нас блюда наши блюда барж украинский то есть украинский борщ пироги русские русские вареники ходник литевский это с такой сорт холодного супа который чаще всего кушают летом фасолька по бретонску это фасолька приготовленная в соусе по венгерскому рецепт вот такая шутка это к тому что польская кухня действительно формировалась на базе разных регионов разных народов исторических каких-то событий и эти названия остались как традиционные польские блюда но я немножко заболтались заболталась с вами извините хотелось вам приблизить как сказать теорию а теперь давайте перейдем к практике и я перечислю те блюда которые для вас сегодня приготовила рецепты некоторых из них вы найдете на моем канале некоторые я только собираюсь выкладывать поэтому пишите в комментариях какие рецепты вы хотели бы увидеть какие к рецепты вам заснять и выложить чтобы вы хотели попробовать приготовить и я с удовольствием выполню вашу просьбу итак поехали если вы спросите как в польше должен выглядеть традиционный воскресный обед то каждый поляк вам сразу ответит на столе на первое блюдо должен быть мясной бульон в польше он называется росу и хотя это по происхождению китайское блюдо в польше она считается по праву национальным блюдом и я бы сказала 90 процентов семей каждое воскресенье готовят этот суп на обед подают его немножко по-другому как вы видите сейчас сначала в тарелку накладывается лапша ее достаточно много затем добавляют морковку из того же бульона и по желанию кусочки мяса так что лапши в этом в этом в этом супе всегда очень и очень много поэтому суп должен быть очень горячий чтобы с перемешку с лапшой он не получился достаточно холодным готовят бульон из разных сортов мяса многие любят из говядины некоторые из домашней курицы сейчас очень модно мешать разные мяса но бульон остается бульоном следующее коронное польское блюдо это журек его вы наверное не попробуйте в к никакой другой стране готовится он на базе ржаной закваски ну закваски из ржаной муки вы тут видите в кастрюльке присутствуют овощи и специальная белая колбаса которая так и называется журкова и сейчас я вам покажу вот так его подают со сметаной с яичком и эту же колбаску мелко режет в тарелочку если добавить еще кусочек хлеба то тарелка такого супа заменит вам можно сказать полноценный обед и многие так и поступают потому что суп действительно очень сытный и также очень вкусный обязательно его попробуйте следующая королева польских блюд и воскресных обедов это отбивная котлета которая в польше называется котлет схабовый подают его не так как вы увидите у меня на тарелочке с овощами а обычно с картошкой и также поляки любят подавать его с капустой тушеной с горохом но также нужно обратить внимание что у них свой способ панирования котлет и я вам сейчас об этом расскажу чтобы котлетка получилась румяная хрустящая и вкусная нам понадобится три ингредиента это взбитое яичко мука и сухари и теперь по порядку сначала мы маринуем мясо специями солим добавляем перец и много чеснока затем в муку следующий этап это хорошо обвалять в взбитом яички и последний этап это мы все обмакиваем в сухарях панировочных это последний этап и на горячее подсолнечное масло на сковородочку котлетка получается очень хрустящая золотистая и гарантирую вам очень вкусное и это также во многих семьях воскресное блюдо после бульона дальше это фасолька по-бретонску то есть фасоль в таком помидорном соусе приготовленная на венгерский манер манер очень популярная в польше также может заменить и первое и второе поскольку здесь фасоль и также мясо разные сорта могут быть колбаски могут быть копчености могут быть кусочки обычного мяса все это выглядит вот так аппетитно вкусно и чрезвычайно сытно если закажете то вы будете наверное полностью довольны и не останетесь голодны по традиции в польше масленица проходит всего лишь один день и называется она жирный четверг то есть по-польски тусты чвартек и в этот день поляки обедаются пончиками и хворостом все очень калорийное но также очень вкусные пончики в польше очень популярны и вы их можете купить во всех кондитерских без исключениях они здесь на каждый вкус и цвет крупник это следующий традиционный польский суп готовят его на базе овощей а также у меня он на базе перловки но его также готовят на базе ячменной крупы а некоторые даже на базе риса кто как любит но на базе риса он менее популярен можно конечно же его готовить и на базе мясного бульона суп тоже очень сытный и очень популярный в польше это блюдо также поляки очень и очень любят называется она к недле из картофельного теста внутри или клубника с сахаром или же с кусочки сливы также с сахаром сверху поливают сметаной некоторые жиром очень вкусное блюдо сладенькое и очень сытное также советую вам попробовать и вы не пожалеете еще одно блюдо из картофельного теста но немножко по другому рецепту поскольку сюда добавляется еще крахмал но не добавляют яиц называется это блюдо клюзки шлёнски выглядит они вот так с такой ямочкой это для того чтобы там оставался соус потому что подают его всегда с соусом или вот с такими сквар очками которые вы видите у меня блюдо нежное вкусное сытное и также вам предлагаю его обязательно попробовать потому что я не думаю чтобы вы в других странах попробовали именно такой рецепт а сейчас очень традиционное польское блюдо которое обычно готовят на рождественский сочельник это специальный борщ который готовят днис за несколько дней до сочельника на базе вот такой закваски свеклы и яблок овощей так морковки сельдерея петрушки получается очень вкусно и очень полезно и вот на базе вот такой закваски потом готовят борщ который подают обязательно с такими с таким добавок с такой добавкой как ушко которые вы видите сейчас это такие пельмешки которые сочельник готовят на базе капусты и грибов или же самих грибов а если это другой день можно и приготовить также с мясной начинкой получается тоже очень вкусно на всех праздниках и не только в польше царствует сырник то есть чизкейк и здесь они готовятся по всевозможным рецептам разные вы найдете чизки чизкейк мега популярный в польше и также уже по праву является таким национальным блюдом поскольку без него не обойдется ни один праздник это более-менее традиционный чизкейк но встречаются и такие в которых есть слой мака потому что в польше мак тоже очень популярны и выпечка с маком также является традиционной так что не удивляйтесь когда в чизкейке вы найдете также слой мака он тоже очень и очень вкусный также маковик и медовик тоже являются традиционными польскими блюд ну что ж друзья мои надеюсь сегодняшний рассказ был для вас и полезен и интересен если так не забудьте поддержать меня пальчиком вверх если какие-то блюда я умолчала и о них не сказала обязательно напишите в комментариях какие если вы были в польше какие блюда вы пробовали какие вам понравились какие же вам не понравились и также пишите в комментариях какие темы о польше и не только вы хотели бы увидеть на моем канале поскольку как вы уже знаете у меня здесь и рецепты и полезные советы и путешествия и влоги так что друзья мои не стесняйтесь пишите все в комментариях мне очень интересно ваше мнение а также обратная связь и общение с вами и не забывайте также заглядывайте ко мне на фейсбук и инстаграм я в соц сетях очень активно участвую поэтому там со мной связаться также можно а на этом сегодня все до новых встреч друзья обязательно в новых роликах обязательно захотите смотрите делитесь моими роликами в соц сетях и оставайтесь на моем канале всегда вам очень и очень рада пока пока